Есть, отлично. В нижнем есть? А? Есть. А как город называется? Песня про красно-знаменский. Все ее поют. Постоянно. Отлично. Супер. А в Урае есть? В Урае есть, но ее не знают все слова. В одном месте. Я, во-первых, постулировал то, что сказал Дима. Это его цитата. Будущее определяет настоящее. Это, кстати, не моя цитата, это уральские пельмени. Нет. Я услышал эту фразу от Евгения Григорьева. Хорошо. Ладно. Значит, есть такая народная фраза. Будущее определяет настоящее. Мы тут говорили о том, что нужно в настоящем практиковать будущее. И мы говорили, помните, когда этот слойник Мурунова потрясал где-то. Вот здесь вот. Что нас развивать города привлекает, заставляет та история, когда мы видим идеальную картинку и видим, как она не соответствует, как ей не соответствует реальность. Это заставляет нам проходить этот путь к этой картинке. Вопрос в том, с точки зрения эффективности, одинаковая ли у всех жителей города картинка. Или они разные, и мы идем в разные стороны, в результате чего ничего не получается вообще. Это вот про это. Соответственно, вторая цитата, очень простая. Она принадлежит автору трехслойника. Он вообще самый цитируемый урбанист России, наверное. Она звучит так. Культура нефти 21 века. Для людей, связанных, я тоже везде это всегда говорил, потому что мне кажется, это очень здорово перемещает сознание. Для людей, связанных с традиционной экономикой, особенно с нефтедобывающей промышленностью, это очевидно звучит очень странно. Какая нафиг культура нефти 21 века? В 21 веке нефть такая же нефть, как была и в 20-м. Ну, только цены упали, но есть вероятность, что они вырастут когда-нибудь. Почему? Но этот момент важно понимать, потому что... Сейчас я о нем расскажу, почему его важно понимать. Связано с ним еще одно интересное утверждение. Оно принадлежит человеку, профессиональному арт-менеджеру и человеку, который сделал пермский культурный проект. Это Марат Гельман. Называется так. В неокультурную среду инвестиции не идут. В среди прочих действий в Перми, которые происходили, Марат Гельман с командой, вместе с Николаем Новичковым, который, собственно, и спроектировал в живых городах движок «Фестиваль фестивалей». Это его группа, была городские деятельности. Они делали фестиваль, он продолжается, «Белые ночи». Фестиваль «Белые ночи» собирает много-много пермяков. Вернее, его посещаемость превышает количество жителей Перми. Этот фестиваль довольно дорогой. Стоимость привлечения одного человека на фестиваль – 200 рублей. То есть для того, чтобы привлечь одного горожанина, они тратят 200 рублей. Тот фестиваль, о котором я расскажу в самом конце, если мне хватит времени, это наш Ижевский фестиваль «Открытый город» привлекает одного человека за 30. Их приходит меньше, но приходит. И с каждым годом все больше. Вот, значит, теперь берем маркер и рисуем дальше. Я больше всего на свете не люблю презентации по какой-нибудь идее делать, поэтому я рисую обычно. Теперь, сейчас моя задача будет свести поедино две сущности, и ровно на границе у нас, возможно, произойдет истина. Первая сущность – это о том, как много горожан собираются вместе, потому что их соединяет какой-то культурный герой из этого города. Вот мысль номер один. Вторая мысль – это о том, что большие события не обязательно стоят гигантское количество денег. Это мысль номер два. Значит, мысль первая. Про культурных героев. И ровно посерединке у нас появится фестиваль, который имеет смысл в городе, или даже несколько смыслов в городе. Значит, идея про нефть. Все представляют себе более-менее, наши участники из Урая представляют себе лучше всех, как устроен принцип добычи полезных ископаемых, углеродных, углеродных, водородных, в общем, углеродных. Я плохо представляю, но представляю себе так, что где-то там, значит, под землей, есть некое месторождение, там нефть. Так? Нефть. Для того, чтобы... Ну, то есть первое, что нужно сделать, это ее разведать, что она там есть. Потом нужно поставить некое сооружение, которое мы все очень любим, которое его выкачивает. Правильно? Сначала пробурить. Ну, да, пробурить, установить, как бы, это все вместе, да? То есть вот эта штука, она ее отсюда достает, поднимает на поверхность. Дальше у нас есть примерно два варианта. Мы либо берем сразу в трубу, и эту нефть в трубу, куда-то там, неизвестно куда. Либо у нас тут рядом стоит какой-нибудь завод, который эту штуку перерабатывает в какой-то продукт, тут же на месте. И этот продукт, ну, там, литр этого продукта стоит дороже, чем литр нефти, который отправляется неизвестно куда. Теперь представьте себе, что я говорю не про нефть, а про культуру. В 21 веке, вернее, еще в 20-м, в конце, в 90-х годах, на Западе, объем рынка шоу-бизнеса превысил объем рынка автомобилестроения. О чем это говорит? О том, что информация музыкальная, допустим, на носителе или шоу-бизнес, ну, в смысле, шоу-события, этот объем больше, чем количество денег, привлекаемых от продажи автомобилей. Это говорит о том, что информация побеждает. То есть шоу-бизнес – это искусство, ну, или все, что с этим связано. Может быть, боп-культура, неважно. Но это то, что про маскульт, или элитарные культуры, или еще что-то, это все вот эти форматы. Там есть некая собственность интеллектуальная, которая в каком-то виде производится, и получает деньги за вот эту свою интеллектуальную составляющую. Вы тут много говорили, Юлия Пешова, да? Вчера про интеллектуальную собственность, про бренджевые города и так далее. В общем, эта тема действительно существует, и денег здесь делается больше, чем автомобилестроение. Пример города Детройта очень интересный, кстати. Есть такой прикольный, как сказать, не совсем, скажем, оправданная последовательность, но очень интересная последовательность. Город Детройт был городом автомобилестроения всегда, и город Детройт был городом столицы черной музыки. Там был, в 1959 году образовался лейбл Тамула Матаун, который произвел на свет всех великих черных звезд. То есть, Дайану Роуз, Майкла Джексона, вернее, Джексон Файф, и до этого там The Supreme и так далее, и так далее. То есть, вот вся черная музыка, она началась оттуда. И потом лейбл из Детройта переехал на другую сторону США, после этого Детройт, как автомобильная столица, тоже загнулся. Никак, может быть, не связано, но интересно. О чем я тут? Ну, так, чтобы поиграть вот в разницу между талантом и традиционной экономикой, которая базируется на том продукте, который можно, если его на ногу уронить, то будет больно. Вот разница между товарами и услугой, она примерно такая. О чем мы говорим здесь? Совершенно очевидно, что каждый город является месторождением талантов. Разведывать не надо. Каждый человек талантлив. Директор школы искусств точно об этом знает. Он особенно талантлив в детстве, потом с ним что-то случается, и он перестает об этом думать. В итоге, как бы, его талант, он, может, у кого-то проявляется, у кого-то не проявляется. Но, тем не менее, эти таланты, они есть. Например, я очень хорошо знаю про Ижевск. Ижевск очень музыкально талантливый город и очень художественно талантливый город. Музыканты и художников у нас на единицу площади. Просто вот именно поэтому, наверное, говорит Ижевск, прошел только в Ижевске, не в таком другом городе. У нас мощная музыкальная школа, мощная художественная школа, но не как учебное заведение, а как процесс. И вот этих талантов, их просто море тут. Их можно простым способом, они прям открытым, да, вот здесь. Что происходит дальше? Этот талант дорастает до определенного дееспособного возраста. Вот досюда. То есть вот он выбрался. Что он делает? Он садится в поезд и уезжает в Москву. И становится там, допустим, если Ижевский, он был классным КВН-чиком в школе и университете, то потом он уезжает в Москву и пишет сериалы для ТНТ. И там продает свой талант по цене работы человека, и который работает за зарплату. Деньги, ну, во-первых, он их тратит в Москве, во-вторых, он получает их, ну, не сильно много за работу, по часам, не за продукты. Есть второй вариант. Почему мы все время должны поступать вот так? Давайте построим вот эту историю, которая будет здесь, на местности, создавать те культурные продукты, которые свою добавленную стоимость будут создавать именно в этом городе. и, условно говоря, создавать организации и платить налоги тоже в этом городе. И при этом они станут такими же популярными, как День Билан, и будут собирать столько же людей на центральной площади города в День города, как День Билан. Классно эта вот история про то, какое будущее может быть. Теперь чем не хватает. Понятно, что в России вот самый простой вариант стать известным, попасть на Первый канал. Если ты не попал на Первый канал, если ты из Ижевска играешь музыку в Ижевске, не попал на Первый канал, то в Ижевске никому не нужен. Ты не доказан, как бы, что ты хороший. Другого доказательства практически нет. Вариантов попасть в большое количество ушей или глаз в своем городе нет практически тоже. Второй момент. На Первый канал денег тоже не у всех есть. То есть этот маркетинг, он очень дорог, и поэтому Дима Билан собирается из 5000 жевчан. Группа Silent Wukur, которая у вас у всех, там есть движок фестиваль-фестиваль, можете прямо открыть. Там нарисована удмуртская группа, совершенно классная, которая в городе Ижевске формально дошла до предела того, что можно сделать. И даже в Удмуртии. Она стала известной настолько, насколько можно быть известной. Сыграла симфонический оркестром Удмуртской республики, не каждой группе донал. Сделала это ровно два раза. Один из них на фестивале «Открытый город», о котором я говорю, и все. Свету Ручкину, солистку этой группы, напечатали на первой, на обложке главного журнала города. Вы думаете, после этого она стала известной и богатой? Нет. Через год все забыли. Это тот потолок, с которым встречается любой культурный, любой талант, который в городе появляется, и поэтому, чем пытаться в своем городе пробить что-нибудь головой, в какой-то момент понимаешь, что ничего не выйдет, и уезжает Москва. При этом все уже давно понимают, что история про продюсера, который тебя увидит и обещает тебе олимпийский, она тоже закончилась. Последняя Земфира появилась, как известно, 20 лет назад, с тех пор стадионных звезд в России не было никогда. Вот. Это область вопросов. И эти вопросы, они не могут решаться теми средствами, которые может обеспечить, например, Москва. Если ты там, если ты в обойме, и то в обойму можно уже не попасть, потому что ее, видимо, тоже нет. Потому что звезд не появляется, ничего не происходит. Как на них отвечать? И тут я про вторую историю, про ну что, про фестиваль. Вероятно, для того, чтобы это происходило, чтобы таланты, которые находятся в этом месторождении, находятся в городе, чтобы они не уезжали ко всем, им нужно создавать ту среду, в которой они могут чувствовать себя талантами у себя в городе. Это факт номер один. для этого они должны совершать какую-то свою культурную жизнь у себя в городе, но даже делая это в одном городе, ты все равно упираешься в потолок, потому что условно мало. тебе нужно ехать в другой город с концертом или с выставкой и так далее. Но ты не можешь этого сделать по одной простой причине, потому что когда ты начинаешь, допустим, я группа, хочу поехать в тур, перед какими проблемами я сталкиваюсь, я знаю, что у меня в каком-то городе Глазове, например, есть 30 поклонников, чтобы их собрать, мне нужно арендовать площадку, найти звук, заплатить за билеты, и так далее, и так далее, и так далее. И попадая в это поле, я попадаю в рынок. В рынок, который дерет с меня по рыночным ценам. А при этом 30 человек, которые ждут меня в Глазове, они никогда в жизни не обеспечат мне ту сумму денег, которая позволит мне покрыть эту рыночную стоимость моего туда приезда. И эта штука не работает. Поэтому этой связи взаимодействия не происходит. Это очень сложно, очень мало кто это делает. Кто делает, они просто невероятные. Мы в Ижевске 7 лет занимаемся привозами подобных коллективов, и это всегда, почти всегда какая-то убыточная история, за которую платит либо артист, либо безумный организатор концерта типа нас. Чтобы это победить, соответственно, проблема номер один. Звезды не вырастают, потому что они вот упираются в город, другой в город, и расширять свою деятельность, получать новые рынки они не могут, потому что дорого. Предлагается два простых решения, которые выходят уже из того, о чем мы сегодня говорили. Первое решение – это то, что было здесь в Удине нарисовано, и это то, что нарисовано на картинке фестиваля «Открытый город» в Бежевске. В течение шести лет, уже седьмой в этом году, мы провали в Бежевский фестиваль. Зазывается «Открытый город». Появился он очень просто в 2011 году, когда группа людей, в которую я тоже входил, узнала, что в Бежевске не будет для молодежи. Деньги. Такие подумали, ну ладно, как это будет, давайте-ка сделаем. Мы собрались, за пять тысяч рублей сделали парковый фестиваль на один день с тремя сценами, с программой с утра до вечера, на которой пришло молодежи. Пять тысяч рублей был бюджет. Мы подумали, классно, давайте-ка попробуем дальше. В следующий год это мероприятие длилось две недели. Мы получили что-то 350 тысяч от администрации города. Удивительное случилось. Это был единственный раз такой. Но две недели произошли. После этого 350 тысяч мы никогда не получали. Получали иногда чуть меньше и на другой фестивале, который мы с Димой тоже делали на День молодежи. Но так нам понравилась история двухнедельного фестиваля, что мы стали его делать ежегодно. И постепенно, с годами, мы стали понимать, чем он на самом деле является. Чем он является окончательно, я понял в этом ноябре, когда Влад Шулаев, есть такой специалист по событийному маркетингу, известный эксперт, пригласил меня в Москву на форум «Полный город будущего», который делает Россия сегодня, такой информационный холдинг, там «Риан Новости», «Риан Ваши Тудэй», в секцию про городские события. Там сидел Новичков, который вот Пермский фестиваль, там сидели ребята, которые делают всякие фестивали огурцов, там, Мышкин и так далее. Кто-то еще, Шулаев был сам и был руководитель Департамента торговли Москвы, потому что в Москве половину городских событий делают не управление культурой, а управление торговлей. Так вот, слушая всех их, я понял одну простую вещь. Что случилось на самом деле? Что неосознанно в 2011 году группа энтузиастов в городе Ижевске взяла на себя ответственность за то событие, которое бросила администрация города. Мы об этом не думали, мы подобрали эту ответственность и понесли. И дальше стали развивать фестиваль на этих самых принципах и так и развивали, и развивали. И в этот момент, когда мы все сидели в ряде, все рассказывали, а Влад Шулаев доносил некую историю развития фестивального движения, я узнал, что на самом деле то, что произошло в Ижевске в 2011 году, сейчас часто является нормальным этапом развития фестивального движения. То есть, друзья, время фестивалей, за которое платят какие-то пивные спонсоры, закончилось. Рог над Волгой более не существует. Наступило время тех событий городских, которые делаются вот таким образом. И почему оно наступило? Потому что это мероприятие, оно имеет полную органичность в той какой-то новой, видимо, социоэкономической реальности, в которую мы попали. кризис, прочее, прочее, прочее. И разница фестиваля «Открытый город», который делается командой энтузиастов с привлечением других энтузиастов, с привлечением городской сцены и звука, еще чего-то, еще чего-то, и две недели, его посещает там порядка, я не знаю, пяти-шести тысяч человек. И каждый этот человек стоит нам примерно на двадцать-тридцать рублей. Умножаем двадцать-тридцать на пять-шесть тысяч человек, получаем сто-вести тысяч рублей. То есть двухнедельная история с привлечением разных сообществ примерно вот столько. Это можно делать, это не очень большие деньги, но что это дает? Это дает ту простую историю, что у музыкантов и прочих является площадка, на которой они могут показывать себя большому количеству ижевчан. Эта площадка летняя, она условно бесплатная для них, это не день города, когда вообще ничего не понятно, все ходят и внимание рассеяно, это такое мероприятие, куда приходят те люди, которым интересно, и вот в Ижевске шесть тысяч это один процент, это те люди, которым действительно интересно. и эти шесть тысяч людей знакомятся с теми музыкантами, артистами и прочими, которые им это показывают. Понятно, что круто, если будет приходить шестьдесят тысяч. Для этого нужно что-то сделать, либо больше денег, либо фестивалю должно быть 15 лет, цикл событийный, он такой, либо сразу миллиард, либо 15 лет медленного развития. Кто из Ижевского фестиваля лета идет по первому пути, медленно-медленно развивается, растет-растет, начинает сам привлекать много денег. Таким образом появляется условно некоммерческая история, которая продвигает музыкантов в эту среду. И более того, становится тем центром городской субъективной, вернее, культурной активности, которая собирает разные процессы, помните, мы вчера или позавчера говорили про процессы, по-едину. И этот фестиваль проектируется, прошлый фестиваль мы делали на площадке Грифона, например, вот Таня принимала участие. То есть у нас была коммуникационная среда типа код, в которой собирались люди, там же они в течение года музыку играют, картины вешают, и тут они придумывают фестиваль, который сами вместе и делают. И вот этот симбиоз, я тоже хочу подвести к этой мысли, которую Дима тоже говорил, он крайне интересен и в рамках города, потому что эта связка действительно работает, и он крайне интересен как такие как связки между городами. Почему? Потому что в этих кодах, которые не имеют как бы рыночной стоимости для подобных участников, при этом они связаны между собой, возникает условно новая шеринговая экономика, когда музыкантам, артистам и прочим не нужно попадать в рынок, чтобы показывать свое искусство в других городах, потому что эти площадки изначально направлены на это. Понятно, что это не Ледовый дворец или еще не что-то, но это то место, где человек, который занимается искусством, может показывать свое искусство тем, кто хочет его смотреть, и с него за это не срубят бабла. Вот это центральный момент, который позволяет этой штуке развиваться, и судя по тому, что история суперзвезд действительно закончилась, она действительно закончилась, и больше не будет пока. Вот это тот самый уровень, на котором Соединенные Штаты Америки находились еще в 45-м году, когда у них все только началось в 59-м, они дожили до Больших Звезд. А у нас это сейчас может происходить вот таким образом. И создавая подобные связки в городе и связи между ними, возможно, мы сможем достичь того будущего, если туда медленно пойдем. Это моя гипотеза, она мало доказана, но, на мой взгляд, достаточно аргументирована для того, чтобы попробовать в нее сыграть ради развития каждого города в отдельности и всех в месте. На этом я закончу. Спасибо. Кажется, это было дольше, чем 15 минут, но спасибо, что слушали. Если есть вопросы или уже нет, что мы делаем дальше? Да. Давайте